Пресс главы государства в Ульяновск был обусловлен проведением на базе областного наноцентра заседания Президиума Госсовета по вопросам комплексного развития пассажирских перевозок. Общественный транспорт и его работа – тема, которая касается большинства жителей страны. Только за прошедший год пассажирский поток общественного транспорта составил почти 19 миллиардов человек. Владимир Путин отметил, что основой комплексного подхода должны стать безопасность, комфорт и внедрение цифровых технологий. Одна из ключевых тем пассажирских перевозок – это состояние транспортных средств, их физические и моральные изморки. И здесь тоже было, к сожалению, в последние годы картина здесь не улучшается. Особенно после этого проблемы с сельским местом. Нужно проработать стимулы по всем местному обновлению автобусов, трамваях, другого общества. Обновить передвижной состав планируют за счет повышения утилизационного сбора. Эту инициативу озвучил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. С начала года глава региона возглавляет рабочую группу по вопросам развития транспорта. Среди ключевых предложений прозвучало также усиление правовой, экономической базы пассажирских перевозок и мер общественного контроля. Руководитель корпорации «Роснан» Анатолий Чубайс видит будущее за электрификацией городского транспорта. Он очевиден с точки зрения экологической, он очевиден с точки зрения КПД, он очевиден с точки зрения упрощения эксплуатации транспорта. Мало того, это уже не теория, это реальная жизнь. Наиболее продвинутые наши регионы уже активно движутся. Анатолий Чубайс успел отметить успехи Ульяновской области в качестве лидера по развитию ветроэнергетики в России. Подтверждение тому строительство здесь первого в стране ветропарка, наличие образовательной базы в виде профильной кафедры в Политехническом университете. Кроме того, в 2019 году в Ульяновске заработает новое производство по созданию компонентов для ветрогенераторов. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, также прибывший на заседание президиума, успел ознакомиться с индустриальным парком в Заволжье и посетить ряд предприятий. Федеральный эксперт подчеркнул регионы с точки зрения инвестиционной привлекательности. Мы видим, что Ульяновская область набирает каждый год обороты по своим собственным доходам. Очень позитивно всегда отмечаем вклад региона в общий объем главного внутреннего продукта страны. На площадке перед наноцентром в тот день развернулась выставка городского и общественного транспорта, сделанного по последнему слову техники. 30 экспонатов, среди них электробусы, трамваи, вагоны метро, электропоезда и даже станции ультрабыстрой зарядки. Это не страница из фантастического романа, а картина реального дня. Ринат Алиулова, новости Ульяновской правды.